Ключевым событием в ближайших дней будет марш ветеранов альтернативный 24 числа. Если премии не дадут, ну там 25-го, то армия скажет, ага, обманул, галочка. Россия это гигант, который споткнулся на бегу и вот летит сейчас. Всегда легче устроить маленькую победоносную войну и часть энергии списать туда. Военная опасность для Украины никуда не делается. Более того, пик оперативной готовности для россиян 20-21 год может получить очень-очень злые протесты уже в октябре-ноябре. Но не хватит зубов у Зеленского. Здравствуйте, Алексей. С вами как с военным обозревателем хочу начать с первой темы войны и мира. Сейчас Курт Волкер дал интервью Радио Свободы и он снова повторил то же, что мы уже и слышали, что в принципе главный двигатель конфликта на Востоке это Российская Федерация. И вот он говорит, если Россия только согласится, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена, был бы мир. При этом он говорит, что России вообще ситуация на Востоке невыгодна и наоборот она сплотила Украину и такой консолидированной Украины еще никогда не была ранее. Вот у меня, исходя из этого, к вам вопрос. Соединенные Штаты Америки, если знают, что да как, почему не входят в нормандскую группу, в Будапештский формат? Это их способ играть между Россией и Европой. Они в Будапештском формате есть, но нет уже никакого Будапештского формата, есть Будапештское соглашение. А так они сваливают вину на Европу, все. Не вину, вернее, а всю ответственность. Потому что нормандский формат это чистая Европа, там где-то, да. И радостно смотрят, как Европа справляется. А когда Европа не справляется, они всегда говорят, а чего же вы не справились? Потому что в каком-то смысле идет работа по Европе, США соревнуются с Россией по степени влияния на Европу. И это очень хороший рычаг. Если они пойдут вперед, это означает радикальную смену политики европейской. Что вызовет недовольство, и станут членами нормандской, что вызовет очень большое недовольство в самой Европе. И там противодействие России. Поэтому они пока на это не идут. Ну а тут же надо понимать, что во внешней политике, как и во внутренней, в Соединенных Штатах, в Европе, несмотря на то, что мы все это называем западом, коллективно западом, очень разные подходы, принципиально разные. Европа ставит на баланс сил, Соединенные Штаты ставят на принципы определенные. Европа не вмешивается во внутренние дела. Американцы активно вмешиваются во внутренние дела. У них есть такая политика. И когда они приходят в Европу, они вынуждены, американцы, частично перекрашиваться, принимать европейские правила, чтобы не вызывать такого же резкого отторжения в европейцев. Европа крайне болезненно относится к ситуации. И там треугольнику Украина, Россия и Европа. И вмешательство Штатов пока не приемлет, я думаю. И Макрон, и немцы хотят сыграть, и итальянцы сыграть свою игру между Украиной и Россией. Да, итальянцы уже говорят о том, что они не против присоединиться к формату. Но вот у меня вопрос. Германия, Франция. Эммануэль Макрон сейчас человек, у которого очень много внутренних проблем. И в принципе не так уж долго ждать до следующих выборов. Что касается фрау Меркели, то, скорее всего, на ее месте станет Крам Каренбауэр. Ну, мы еще точно этого не знаем, но это самая... Но она меняется в любом случае. Да, но она в любом случае, да, ее эра уходит. Вот здесь, на фоне того, что у нас уже власть поменялась. Там это все в процессе. Возможно, какие-то... Ведь власти и в Соединенных Штатах Америки в 2020 году, в ноябре, кажется, у них выборы. То есть там тоже такая вот ситуация непонятная. Вот здесь есть у Украины шанс как-то переломить, поменять формат? Если бы у нас была устойчивая стратегия и зубы, да. Но поскольку стратегии нет и нет зубов, нет. Мы будем, скорее всего, к сожалению, объектом другой игры, как чужой игры и столкновения даже некоторых игр. Потому что появился в украинской политике новый системный фактор, пока мало кто отметил. Это Турция очень активно пошла в украинскую политику. И очень активно Израиль пошел, как конкурент Турции в том числе. И вот этот внезапный визит на Таньягу, который там где-то анонсирован и так далее, показывает, что появилось еще два системных фактора, с которыми придется работать. Все эти страны, Польша, Европа старая, США, Британия, Турция, Израиль и все остальные, Россия, они имеют планы на Украину. Во всех этих планах Украина где-то там внизу и является объектом игры. Для того, чтобы Украина поднялась и начала играть самостоятельную игру, нужны стратегии и зубы. Люди, которые могут осуществлять это все. Нет ни того, ни другого. И думаю, что нас, повторюсь, нами будут играть. А вот наша надежда скорее на то, что удастся при таком количестве игроков, желающих попользовать Украину, удастся где-то там пропетлять и выбить не самые плохие себе условия. Пока так, к сожалению. Но вот предыдущие пять лет, собственно, за них Украина не смогла стать, как я так понимаю, субъектом. И вы прогнозируете, что и дальше так не будет. Мы достигли очень серьезных достижений определенных. Например, нет переговоров об Украине без Украины. Этот принцип устойчиво соблюдался. Никто не говорил об Украине, не принимал никаких решений без представителей Украины. Там определенные позиции были взяты в международных организациях. Несколько раз Генассамблея ООН подтвердила, что Россия агрессор и не пропустила российские инициативы через Совет Безопасности ООН и так далее. Поддержала украинские. Были достижения. Другое дело, что системной стратегией это тоже не стало. А сейчас точно не станет, потому что люди, которые к власти пришли, стратегов там нет, там тактики. Им еще очень... И тактики, которые между собой еще... Бог дан себе тактик. Стефанишин себе тактик. Кто-то там еще себе тактик. И эти тактики, прежде чем они договорятся, прежде чем вырастет стратегов, если кому-то вообще суждено вырасти стратегов, это очень долгое время, очень много времени уйдет. И очень много крови утечет на фронте. Пока не научатся. Минские соглашения, подписанные в феврале 2015 года, до сих пор пока единственный план, на котором настаивают все, в принципе, ну практически кроме Украины, да? Потому что слишком много там... Мы тоже настаиваем. Но мы настаиваем на то, чтобы сначала безопасность на часть реализовалась, потом политическая. Вот что будет делать Украина, если момент безопасности, то есть просто первый пункт, чтобы перестали стрелять, будет выполнен? Ведь придется выполнять все остальные пункты. И все... Наша стратегия, которая была 5 лет, ну на протяжении 5 лет, она уже работать не будет, потому что скажут, ну а давайте теперь принимайте все эти законы. Всех... Это вы план австрийский озвучиваете. Если бы был такой план, который и французы, и австрийцы независимо выдвигали, который говорит о том, что в ответ на выполнение одного безопасностного пункта выполняем один политический. Но Украина никогда на это не шла и не пойдет. Потому что на самом деле никакого перемирия нет. И до сих пор ни разу не удалось установить режим тишины. То, что сейчас заявляет Генеральный штаб, Офис Зеленского, это в каком-то смысле втирание очков населения и международному сообществу. Понятно почему. Потому что готовятся встречи в нормандском формате. И главной целью политики Зеленского является сначала промежуточная... Сначала, скорее всего, будет промежуточная встреча с Трампом. Там какие-то получим месседжи. А потом будет в конце сентября примерно встреча с нормандским форматом. И поэтому этой логике, этой встречи, устройству этой встречи подчинено все. Если мы сейчас заявим о срыве перемирия, то срвется и сама встреча. Она как кровь из насу нужна. Офису президента Зеленскому. Потому что сами они не знают, что делать с Донбассом и как вести себя с Путиным. Им нужны подсказки, им нужна поддержка. Ему много чего пообещали во Франции и в Германии, когда он туда ездил. Но для Зеленского и его окружения тема войны крайне болезненна еще и психологически. Он не хочет принимать решения по войне. Он тяжко лично страдает. Когда бы погибли четыре морских пехотинца, было видно, когда он давал брифинг, что он абсолютно растерян. С этим звонком Путину, мелкая моторика, бледность лица, все показывало, что ему крайне больно. Он хочет прекратить войну не только потому, что он желает мира Украины, хотя, думаю, это тоже, а потому, что он физически хочет избавиться от необходимости принимать решения по войне. На переберении, отсюда еще один солдат погиб. Там, да, и так далее. Практически 9 военнослужащих погибло с 21 числа, еще месяца не прошел уже, 9 погибших. Интенсивность гибели, ранений военнослужащих и обстрелов не сильно упала по сравнению с так называемым временем, когда не было перемирия. Поэтому о выполнении безопасностного плана речи-то в принципе не идет. Более того, по мере подготовки встречи с Трампом и нормандского формата, интенсивность обстрелов будет возрастать и, соответственно, гибели военнослужащих. То есть россияне традиционно будут входить в переговоры с позицией силы. То есть они будут... А мы будем делать вид, что мы такие зайчики и вот у нас перемирие. Будет 50 обстрелов в день, 40 обстрелов в день. А мы у нас все перемирие, перемирие, перемирие. Но я хорошо, я даже на это готов согласиться, что дипломатия, она такая тонкая и так далее, и так далее. Важно, что мы могли отвечать. А мы имеем такую возможность. Прямого запрета на открытие огня нет. Он осуществляется там просто. И с первого, и со второго раза. Но мы открываем огонь там. И с той стороны, говорят по слухам, тоже очень много гиблиных людей. Больше 20 уже погибло. Но проблема в том, что главное, чтобы это гибли не мирные граждане Украины. Нет, там военные знают, что делают. И там, где идут основные бои, там давно уже никаких мирных граждан в помедении от нескольких лет. И тут другое. Ну хорошо. Нормандская встреча. Защитие от Украины наверняка потребует уступок в той логике, о которой вы говорили. Давайте одно, безопасность, менять на политическое. То, на что никогда не шел Порошенко. И то, на что украинская дипломатия. На что есть угроза, пойдут сейчас. Я не думаю, что Россия пойдет на уступки. Это не в ее характере. Скорее всего, на уступки пойдем мы. То есть любые соглашения, которые будут достигнуть, любое продвижение, будет, скорее всего, за счет Украины. Но не хватит зубов у Зеленского. Это не в Борис Порище новниками разговаривать. Не хватит у него зубов, чтобы противостоять одновременно Путину, Макрону, кому-то там из немцев, присовокупившихся итальянцев, да еще неизвестно, как поведет себя Трамп, у которого выборы, возможно, захочет замирить, чтобы предъявить это как свое достижение. Поэтому, ну, я настороженно очень отношусь к перспективам Минского регулирования в том формате, который мы назвали сейчас. И опять же, внутренняя опасность. Ключевым событием в ближайших дней будет всего Минского процесса регулирования будет марш ветеранов альтернативный 24 числа. По слухам, там уже 10 тысяч человек. Это огромная цифра. Очень злых людей. Партия войны, так называемая, с которой кто? Представители партии войны, с которой офис Зеленского не хочет разговаривать, а ему надо было бы не просто разговаривать, возглавить, помириться, договориться и так далее. Два встречных марша. Не исключены провокации, не исключены столкновения. Ну и, в принципе, демонстрация Верховному главнокомандующему, часть военных не принимает. Военных, действующих или ветеранов, там будут действующие, не принимают политику Верховного главнокомандующего воюющей стране. Это огромная внутренняя угроза. Вкупе с нарастающим недовольством в армии, шармя тоже будет терпеть какое-то время то, что вот это вот так называемое перемирие. И как бы он не подошел в Зеленский к октябрю, а если еще какие-то будут за счет уступок Украине достигнутые подвижки в Минске, то может получить очень злые протесты, очень-очень злые протесты уже в октябре-ноябре. Ну вот что касается армии, да, по социализации, да нет, просто по данным Центральной избирательной комиссии, в принципе, армия проголосовала точно так же, как и население Украины, цивильное, да, гражданское. То есть, в принципе, и там была высокая поддержка Зеленского и невысокая поддержка Петра Порошенко, который до этого 5 лет был главнокомандующим. Что сейчас может поменяться? То есть, вы думаете, на марш выйдут только те, кто не поддерживает Зеленского, или это будут разные люди, которые просто являются ветеранами? Ветеранами и действующими в данном случае. Очень много действующих будет, я знаю наверняка. Тут проблема в чем? Что армия умнеет быстрее, чем все остальные люди, потому что они на фронте. У них гибнут товарищи, у них определенные проблемы с открытием огня. Не то, что его нельзя открывать официально. Официально можно. Но есть негласное неодобрение особой большой активности на фронте, скажем так. Возможно, неприятности с командирами, которые хотят выслужиться. Со штабом и так далее, с генеральным штабом. И это все можно терпеть только какое-то время определенное. Во-вторых, тут момент какой, что Зеленский отменил парад. Сказал, что раздаст 300 миллионов, которые стоил якобы парад, раздаст военнослужащим в качестве премии. В войсках реально эти премии ждут. А премии, судя по всему, не будут. А почему? А где взять деньги? Они же бюджетом ее предусмотрены. Надо где-то изыскать. Где изыскать? Изъять из боевой подготовки? Либо обеспечение вооруженных сил в зоне конфликта? Это большая проблема. Опять же, размер этих премий. Ну хорошо, армия и далее, как пограничники, национальная гвардия, национальная полиция, все остальные вооруженные формирования, которые применяются в зоне АТО, там тоже являются участниками боевых действий, несут свою нагрузку, выполняют свои задачи. Поэтому, ну, 24-го, если премии не дадут, там 25-го, то армия скажет, ага, обманул, галочка. Даже те, кто голосовал за Зеленского. А если бы что-то произвели 24-го, еще одна галочка. А если, не дай бог, попадут еще раз и убьют за раз, там, пять, шесть троих военнослужащих, еще одна галочка. А плюс еще потом, не дай бог, уступки Трампу, и оно же копится, имеет тенденцию копиться. И Украина живет глобальным мифом о потерянном рае. Здесь очень легко выигрывать выборы. Надо пообещать рай и очень легко получить Майдан или слететь. Надо не выполнить обещания. У Зеленского на момент 24-го есть уже, есть шанс попасть в два невыполненных обещания перед военными. И одно длящееся невыполненное обещание в виде перемирия, которого на самом деле нет, перемирия в кавычках. К октябрю, к ноябрю, это может, ой-ой-ой. Еще ж черные лебеди, я же говорю. Вот один раз у Мина удачно попадет, не дай бог, конечно. И все. И сроки терпения армии еще сократятся на две недельки. И ветеранов. Вот сейчас мы говорим о Минском. Да, о сокращении, которое проводится в армии. А там множество своих процессов, которые будоражат войска. В армии так это с очень большим прищуром смотрят на все, что происходит. Ну, до этого тоже смотрели? Тот же Украиноборонпром, та же коррупция. Да, это безусловно. Но пока не видно никаких подвигов со стороны Украиноборонпрома нового. Но уже известно, что Минобороны вроде бы как приостановил заказы на новую бронетехнику. Харьковский танковый завод переходит на четырехдневное производство, хотя было пятидневное, сокращая, потому что производство сокращается. Тревожные вести несутся с полей киевских в армию. И армия начинает прищуриваться. И склонять голову на бок. Примерно вот так. Понимаете? Теперь давайте поговорим немного о России, потому что вот мы начали с Курт Волкера, который говорит о том, что да, от России зависит. Там сейчас ведь неспокойно, ведь протесты не заканчиваются, ведь будоражит людей то, что происходит, несмотря на то, что некоторых уже кандидатов в депутаты суды зарегистрировали. Вот здесь, чего вы ожидаете? Во-первых, как вы видите эту ситуацию? Что там в конце концов происходит? Тоже, знаете, как это наколотые апельсины, как говорили в Украине, там на одном Майдане печенюшки какие-то неправильные. Что там происходит? Я не знаю. Я думаю, вы слишком молода были тогда еще. Но вот кто помнит 86-87 год, 88-й, то СССР шел через череду катастроф. Чернобыльская, Уфимский поезд, утонула лодка комсомолец. Там адмирал Нахимов и так далее, и так далее. Такие массовые, сотнями жертв. Впечатление, что страну трусило перед распадом, и умные люди могли бы сделать выводы. То же самое сейчас в России происходит. Вот этот взрыв очень сильно похожий на ядерный в Белом море. Потом лодка лошарик, пожары в Сибири огромные, которые там дошли уже до США, предметом опасности всего мира. Взрывы на складах, демонстрации в Москве. И власти точно так же врут, как врали в то время, еще 30 лет назад. Поэтому, можем сказать, что путинский режим себя исчерпал. Он исчерпал. 20 лет Путин пробыл власти, он решил ряд задач. Россия с восторгом воспринимали первое время. Но последние 5-7 лет, с войны в Украине примерно, он исчерпался. Он эксплуатирует созданную систему, продвижения реального нет. Завяз в нескольких региональных войнах. Сирия, Украина, там все эти Венесуэллы, Чады, Центрально-Африканские республики. В России накопилась масса проблем, огромная. От ЖКХ, начиная, заканчивая пенсиями, повышением пенсионного возраста, социальными выплатами. Просто произволом властей. В регионах вообще, черт и что, творится и так далее. Отсутствие перспектив политики, санкций. Они любят кричать, что санкции на них не подействовали. Ну, а реально, там, так вот, по самым оптимистичным по счетам, 10 миллионов человек из среднего класса перешло в низший класс. То есть, они очень сильно просели. Форды уже не так покупаются, завод Форда уходит. То есть, Форд, который был символом там, вот, новой России, нового среднего класса. Всегда можно было кредит взять Форд. Он уже сворачивает свою деятельность в России и так далее. Поэтому Россия это гигант, который споткнулся на бегу и вот летит сейчас. Он может, просто он большой, он может лететь и падать два-три года, но он обязательно разобьется. А вот эти черные лебеди и красные петухи, которые прилетают в Сибирь и на полигоны, в этом самом, они ускоряют это дело. Поэтому, ну, сегодня митинг в Москве большой, как бы, да, и там нарастают очень серьезные процессы. Другое дело, которые будут связаны так или иначе с прекращением действия того, что мы называем путинским режимом. В каком виде он прекратится, когда он прекратится, большой вопрос. Но авторитарные режимы тем интересны, что они кажутся незыблемыми, а потом пропадают в три дня, как Советский Союз пропал. Да, вот казалось бы, что за несколько дней, да, на несколько месяцев до распада Советского Союза американские аналитики ЦРУшная предсказали, что он еще лет 20 простоит минимум. Он распался об этом за три дня. Поэтому в любой момент может случиться в России замена режима в том или ином варианте в виде дворцового переворота, в виде какого-то компромисса, в виде там еще чего-то. Ну, а режим, который стоит перед этой угрозой, очень любит проецировать, что внутреннее недовольство во внешне. Эту опасность тоже не надо снимать, потому что всегда легче устроить маленькую победоносную войну и часть энергии списать туда. Поэтому военная опасность для Украины никуда не делается. Более того, пик оперативной готовности для россиян в 2020-2021 год. На самом деле с этим пиком уже предстоит столкнуться с Зеленским и всем нам, а не там плохому Порошенко с его Украином и Бронпромом. Россия по-прежнему пытается изо всех сил поглощать Беларусь, то есть окружательность уже с трех четверти. Мы сейчас с двух трети окружены, а будет с четырех пятых окружены нашей территории. Польша увеличивает армию в два раза. Они объявили об этом, а мы сокращаем вооруженные силы. Я так понимаю, это геополитика, стратегия. Польша же просто ближе к России, чем мы. Поэтому они увеличивают, а мы сокращаем. И у нас в власти люди, которые ссорятся между собой, команды нет, они абсолютной тактики, ничего не понимают в военном деле международной политики. Ну вот, поэтому и внутренние процессы у нас-таки достаточно сложные. Поэтому мы будем, Россия будет иметь свои внутренние проблемы, мы свои внутренние проблемы и мы будем иметь очень большие проблемы с Россией. Военная опасность никуда не девается, более того, она медленно нарастает. Поэтому сколько ни кричи халва, сколько ни кричи перемирия, от этого перемирения реальная военная опасность не снижается. Вот вы сказали про маленькую победоненосную войну. Что вы имеете в виду? Это оккупированная территория Донбасса, это весь левый берег Днепра, это Пасбруч? Ну там очень много вариантов. Главное управление разведки недавно, Министерство обороны восемь сценариев целых опубликовало. И там есть такие сценарии, как одновременно ухудшение резких отношений Украины с Румынией и Венгрией, например, со странами НАТО. Тем более, что это очень несложно устроить эти беспорядки в соответствующих областях на территории Украины. Это внутренние беспорядки, прежде всего, могут быть инспирированы здесь, в Украине. Представим себе тьфу-тьфу, что на марше ветеранов взрывается взрывного устройства. Или еще что-нибудь такое. Поэтому это очень-очень несложно. Сделать Россией при большом желании. Можно устроить региональную войну в Возню в Черном море или в Азовском. Можно, представим себе, что они захватили Змеиный остров на лед, который на самом деле спорной территорией является. Неопределенный статус. А гибридная война это как раз действие в неопределенных серых зонах. Что мы будем делать? С одной стороны, в нашей территории надо бороться, с другой стороны, прямой конфликт с Россией начинает. А то, что это спровоцирует огромный внутриполитический и внешнеполитический кризис, я вам гарантирую. Выбитые в тот же вечер будут окна в администрации президента, в офисе президента внутриполитический кризис. Может в Азовском море быть провокация, может быть на Донбассе, может быть несколько одновременно. Было бы желание, если они примут решение, вот война на Донбассе, ее остановить можно за пять минут. Одним звонком Путин, одним его распоряжением. Но ее и эскалировать можно резко одним распоряжением Путин. Поэтому эта угроза всегда есть. Большое спасибо. Алексей Арестович, военный обозреватель, был гостем нашей студии. Смотрите нас в YouTube, на Политэк онлайн, подписывайтесь на наш канал, также пишите нам в комментарии. До свидания.